Ну что ж, ребятки, я всех приветствую. Сегодня у вас дня пойдет по поводу обновления, поэтому смотрите это видео внимательно. Я вам покажу все спойлеры, которые известны на данный момент по поводу обновления, которое должно выйти буквально вот скоро. Но я вас уверяю, что это будет глобальное обновление, и вы реально очень сильно удивитесь тому, что добавят. Поэтому усаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, ну и конечно подписывайтесь на канал. Но для того, чтобы хорошо начать игру с нуля на нашем проекте, я вам советую вводить промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня. Он даст вам очень приятные бонусы. Итак, ребятки, первое, что я хотел бы вам показать, это новый интерфейс для работы дальнобойщика. То есть его обновят в будущем обновлении, он будет более современный, более удобный. То есть здесь рейтинг, текущий спрос, отменить контракт, дать груз. То есть все функции те же самые, только, как я знаю, вам будут показываться рейсы, только те, которые вы можете взять. То есть рейсы, которые будут вам доступны не по скилу, либо без улучшений, вы не будете видеть. Я считаю, это будет очень удобно, поэтому с нетерпением жду. Также в обновлении добавят новое улучшение для семьи за ваучер, называется оно «Надежное хранение 2». С помощью этого улучшения в общаке семьи можно будет хранить бронежилеты, длинноильные энергетики и скрытые камеры. Я считаю, это очень полезное улучшение, и я думаю, что помимо данного улучшения будет еще что-то, поэтому мой вам совет, копите ваучеры и ждите обновления. Также в обновлении добавят новый кейс на мероприятие, то есть есть кейс «Амазинг-1» и добавят кейс «Амазинг-2», в котором будут новые ценные призы. Кинекс, ССР и, возможно, какие-то автомобили. То есть это новая такая система получения кейсов, новые сделаны мероприятия. Пока что есть один кейс, а в обновлении их уже будет два. Также нам показали новый спидометр, который добавят в обновление. Он выглядит довольно-таки интересно, прикольно, современно. То есть сейчас он такой уже, конечно, устаревший, его давненько не меняли, но в обновлении он будет реально красивый такой, современный, все проработано. Я считаю, очень прикольно, поэтому я думаю, автолюбители, те, кто часто ездит на машинах, они это оценят. Также в обновлении появятся новые интересные навыки, которые очень вам помогут в игре. Я очень хочу, чтобы их уже добавили, потому что для меня там есть много улучшений, которые я хотел бы заполучить. Но для этого, конечно же, нужно будет накопить большое количество списочков. Но я думаю, оно того стоит. Возможно, помимо этого списка навыков добавить что-нибудь еще. Поэтому, ребятки, пока не вышло обновление, сидите, фармите списочки и потом в будущем покупайте данные улучшения. Также в своем телеграмме Федя закинул идею по поводу возобновления работы дайвера, либо рыбалка 2.0. То есть, например, можно будет добавить крафт подводный металлоискатель и снаряжение, а под водой сделать добычу. Только определенные ресурсы и другие шансы выпадения. Что сделает эту зону золотой жилой для работяг, плюс место для крышевания и грабления кремов. То есть, он хочет добавить дополнительную рыбалку, возможно, это будет крушение какого-то корабля. Вы плывете на своей лодке, берете снаряжение и как бы ищете что-нибудь ценное и потом с помощью этого зарабатываете. Можно сказать то же самое, что кладоискатели, только под водой. Я думаю, дейка довольно-таки интересная, я бы в таком поучаствовал. То есть, это будет как минимум необычно, тем более работа самодайвера была самой популярной раньше на проекте. Многие там работали, многие любили эту работу и поэтому было бы круто, если бы ее возродили. Также нам показали вот такой вот спойлер, то что появится новая работа, как мы понимаем. Ну, об этом написали под спойлером, то что это будет новая работа. Но Федя написал в своем телеграме то, что это кладоискатели 2.0. Выглядит довольно-таки интересно, но непонятно, для чего оно нужно и что нужно тут настраивать, нажимать там и так далее. Но в любом случае, будем ждать. Также в новом обновлении добавят новые объекты, новые здания. То есть, это у нас получается вроде бы как компьютерный клуб, я точно не могу сказать. Но, как по мне, выглядит именно как компьютерный клуб, потому что его уже очень давно не обновляли. Это просто обычное здание со стандартной игры. Также обновят банк спермы, потому что его, конечно же, также никто не менял. Ему уже очень много лет. Поэтому появится вот такое новое здание, как раз по тот интерьер, который есть сейчас. Ну и также появятся новые дома, просто многоэтажки, которые выглядят более красивее и современнее. Теперь переходим к автомобилям. С ними произойдут большие изменения. И сейчас вы знаете, что конкретно добавят и что поменяют. В новом обновлении появятся два новых интересных автомобиля. Это Dodge SRT Demon и Ford Mustang GT. То есть, это две такие заряженные машины, два таких американца. Непонятно, где они будут. Либо в автосалоне, либо, возможно, там в кейсах, либо на ивенте. Но в любом случае, это два интересных автомобиля. Но здесь не хватает еще какого-то Chevrolet Camaro, либо Corvette. Было бы реально прикольно. По поводу обвесов. Обвесы получат новые несколько автомобилей. Во-первых, это Mark II. То есть, на него добавят обвес в новом обновлении, который вы сможете поставить в унисцентре. Следующий автомобиль. Это у нас получается Lada Vesta. На него добавят Sport обвес. Lada Vesta Sport. Ну и третий автомобиль. Это у нас Nissan, который был в наборе. На него также добавят другой обвес. То есть, те ребята, в которых он остался. А я думаю, это немногие. Смогут на него поставить другой обвес. Ну и также, помимо обвесов, произойдут некоторые изменения. С автомобилями. А именно Tesla. Кибертрак. Ее обновят. Ей дадут новый, так сказать, дизайн. Рестайлинг, так сказать. Только я так и не понял, это обновят модельку. Либо это будет обвес. Я точно сказать не могу. Также обновят BMW 7. Сделать ее более красивее и проработанную. Прям бэшечка смотрится очень хорошо. Ну и помимо этого, еще добавят новые диски на BMW M5 E34. То есть, вот такие вот дисочки симпатичные, красивые. Именно прям то, что нужно. Ну и также добавят самый лютый аппарат. Это Matisse. Это Deo Matisse. Прям малышок такой. Малышек. Который будет вас радовать. Я думаю, кому-то он нравится. Даже мне он как бы нравится. Я себе такую маженку взял бы. Надеюсь, что когда ее добавят, ее можно будет там занижать. Делать развал. И можно будет реально сделать прям стиль. Ну что ж, ребятки. Вот такое получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я вам собрал практически все спойлеры, которые я нашел. Я думаю, вам интересно, когда же выйдет обновление. Потому что по факту, это должно было быть летнее обновление. Но уже как бы сентябрь, середина сентября, можно сказать. Я вам могу сказать только одно, ребята. То, что оно выйдет, но я думаю, не в этом месяце. Я думаю, в октябре. Потому что это будет глобальное обновление. То, что нам показали сейчас, это всего лишь малая часть того, то, что ждет нас в новом обновлении. Наберитесь терпения и ждите. Подготовьтесь к обновлению. Накопите ваучеры, пиццачки, денежку там и так далее. Чтобы вышла обнова, и вы красивенько ее встретили. Мой вам совет. Все ссылочки есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обновлен приподнял. На связи.